Здарова дорогие друзья, с вами Флдарм, продолжаем проходить мод Камень Забыл, ладно. Сейчас мой квест Это поговорить с Иветтой И мы должны с ней отправиться на замеры Друзья, большое спасибо за вашу поддержку Лайками предыдущих серий. Надеюсь вы не забудете Поддержать и эту. Большое спасибо Всем. Так, ну что ж, прибор отремонтирован Пора идти. О, сейчас устройство Для замеров немного сверим. Хм, все Я готова, а ты готов Пошли. Бляха, какие радиоактивные Осадки? Вы что, рофлите? Ну ладно, там В принципе броня коцается только. Мне на броню Похер, у меня там куртка, которая и так в херовом Состоянии. Ну вот мы и прибыли Так, сканер уже свое сделал, можно его забирать Теперь дело за малым. Замеры Ты готов? Я думал этот прибор еще нам послужит А он уже все. Ладно, я готов, начинай Прикрываю. Эээ, патронов Нет, не прикрываю. Ладно Придется чисто обрезом отстреливаться Если что, у меня есть пмч. Опа, опа Отспавнились Ее грызут, кста Сканер этот пинают Ну а что, у меня только пистолет, что я могу сделать? Какого черта эти мутанты появляются из воздуха? Я не знаю, не знаю. Просто защищай меня, хорошо? Нет, блин, плохо У меня есть гранаты? Нету. Жалко Блин, что-то я как-то вообще не трачу Деньги в этом моде. Ничего у Сидора не покупал Надо бы хотя бы патроны купить было для МП. Да я что-то не заметил то, что у меня нету Кобаны Ой, я чуть в нее не стрелял Реально, прям рядом пролетело все Ну как она в меня в первый раз Так и я Блин, а дробь-то тоже все кончается Две дроби осталось Ну хоть патронов на ПМ пособираю Ой, блин, только не это Радиоактивные насадки закончились А, вот это уже годно Так, там один снорка приходит и ветру пока что А я приходу и второго снорка А потом займусь первым Че, кто там еще сейчас вылезет из пузыря? Псевдогигант? Химера? Контролер? Кого тут еще не было? Бюреры? Я буду ждать их тут сразу Подожди, а давай вот эту пукалку возьмем? Ну так, для разнообразия С двух стволов пердеть Нет, это опять зомби Все, готово Ага, я чуть не сдох, блин Хмурый, я же тебе говорил Но ты не подслушивался меня, придурок Тупой кусок дерьма Неужто ты не понял, что она моя? А? Она моя, слышишь? Ооооо А, ну успокойся, расслабься Ооо, мы словно в дешевом кино оказались Что же ты меня сразу не прикончишь? Я тебе говорил не приближаться к ней Но нет, ты все равно это делал Иветта моя Она моя Постой, подожди, не надо Ты не понимаешь Мне приходилось с ней возиться Замолкни, оправдываешься Хотя я готов оставить тебя в живых Если ты будешь молчать о том, что я забрал ее Но учти, если проболтаешься, тебе хана Я согласен Но я не могу этого сказать Мое сердце сжалось до невозможности И оно не дает мне дать ответ Я не могу согласиться Все тело меть это мысли отдать ее Я действительно влюбился в нее Я все-таки люблю ее Люблю Черт Это наверное выглядит как-то глупо Ну Нет Как же громко и четко это сказал Сам не ожидал Прощай, идиот Надеется, что спасет предохранитель Бессмысленно Успею его вернуться На нах На кого бы куешь? Ты Черт гребаный Не на того А, зашибись А что она валяется тут? Я подобрал сканера С ней говорить не могу Могу Иветта в отключке Ее вырубили Иветта, очнись А, что? Кто? Что случилось? Ай, голова Хмурый Он тебя вырубил А меня чуть не убил Как ты? Все хорошо? Я в порядке Правда, голова немного побаливает Хмурый Блять, мудак Встать можешь? Да, все замечательно Хорошо Сейчас мне нужно просто время Ты осмотрел труп из пузыря? Осмотри, я пока встану Хорошо, вставай Хорошо, у меня тоже пока Там вставать будет Че тут? Ха, тильт КПК тильта Запись Ах, черт возьми Выдр куда-то пропал Надеюсь, он как-нибудь вырвался из ловушки Со мной связывался Сидрич Я соврал, что артефакт якобы у меня На самом деле мы с выдрой Его потеряли в этом проклятом месте Иначе Сидрич вряд ли бы Надрывался меня спасать просто так Пришлось солгать Куда ни по идее Вернешься в одно и то же место Чем больше мы здесь находимся Тем больше всякая чертовщина Нам это место подкидывает Знакомая ситуация Ой, блять Блять Хмурый придурок Прогляжу, все отлично Это был тильт Наш клиент Однако артефакта у него нет Только... Не могу, это так смешно звучит Это был тильт Однако артефакта у него нет Только КПК Он потерял артефакт в том месте Голова хорошо Ага, башка нормально Стоп Как нет? А Сидрич нас по кругу не пустит из-за этого Разве мы виноваты в том, что он солгал? Не думаю Мы все объясним Он нам ничего не сделает А, ладно, успокоил Пошли Че оно все Про по кругу да по кругу Типа Это ее детская травма или что? Не, ну если это детская травма То это херово Ку Сидр Мы смогли вытащить тильта из пузыря Но только мертвого Артефакта при нем не было Вот, прочитай его КПК Хм Тьфу, блин Какой заказ прогорел? Понятно А ведь все ради арты и затевалось Черт подери Получается это все Пустая трата средств и времени? Да Хрен с ним В конце концов не ваша вина Что его не оказалось Ладно, давайте приступим к тому Как попасть за железнодорожную насыпь Наконец-то Спустя столько времени Ну что же И как попасть за ЖД насыпь? В общем все гораздо просто Чтобы попасть туда за ЖД Нужно зайти в телепорт Который находится на крыше элеватора Он активируется только во время ночи Он начинает свою работу с полуночи Ну вот все Это способ попасть туда Прощайте Может еще навестите меня Если дорога вас снова сюда приведет, конечно Ладно, прощайте Можете быть свободны Удачи вам обоим Прощай, Сидр Ну проветришься, заходи Миллер Я бы хотела кое-что сказать Говори Слушай Мы с тобой многое пережили Через многое прошли То есть Мы отлично сработались Как сейчас Так и тогда на АТП Знаешь Мы с тобой как напарники неплохи Может я и ты Станем напарниками? Напарниками У меня такая же цель, как и у тебя Я тоже ищу исполнитель желаний У меня немного другие причины Может объединимся для его поиска? Нет Ты уверен? Я все сделаю Буду делать Если захочешь Могу свое тело тебе Но ты понимаешь Нет Да что нет? Дебил, блядь Да, надо было говорить Ой, ебла Миллер Господи Кого я обманываю? Я хочу этого Я хочу стать ее напарником Ага Ее нет в доме Сейчас зайду Она повешилась Или еще что-нибудь Оооо, дебил, блядь Такой тупой Я с тебя в шоке, Миллер Ну давай Сейчас сцена как Так Нет Она уже ушла Нужно ее догнать Где она пометила Сидорич метку на телепорт? Кончишь на Миллере чисто, реально Все как в аниме просто Надо потом сделать мем Этот ваш камень Дарованный кем-то там не аниме И там типа вот это вот Покадрово вот эта вот тема Пляжный эпизод, слитая концовка Которую никто не просил и так далее Она уже открыто говорит Если что, будем Жохин-Похин А ты отказал Ну вот так тебе Короче, этот мод от анимешника для анимешников Понятно, почему там он дисклеймером просто отсеял всех В это должны играть только тупые Конченые анимешники В принципе, я подхожу под эту категорию Тут главный герой такой же тупой Как и в большинстве всяких там Визуальных навел Самих аниме-сериалов и так далее Просто типичный, ладно я молчу Так, и что, телепорт, я прыгнул О, Приф Миллер, как ты? Чёрт, где я? О, Ивета Мы с тобой в тоннеле, который запад не от разрушенного моста Ой, что-то у меня всё тело ломит, словно я упал Ты как бы действительно упал с небольшой высоты Прямо так неожиданно свалился Я так испугалась, но потом по телосложению узнала Я тебя осмотрела, с тобой всё отлично Переломов нет Ивета, послушай, я... Подожди, Миллер, я не договорила Тут такое дело... Эм, как сказать-то? Мы оказались с тобой снова в ловушке Опять? Дай угадаю Выходы из тоннеля, перекрыты телепортами Ага Хех Да, очень забавно всё получается И связи тут нет Прямо как на АТП А как мы оказались здесь? Разве мы не должны были попасть за ЖД? Не знаю Сидорич нас обманул Зачем ему нас обманывать? Мы же ничего ему не сделали Нет, мне кажется, что это сюрприз зоны Опять Ну да, точно, ты прав Зачем ему? А зона любит делать подарки Особенно тебе и мне Ладно, надо бы осмотреться Отсюда обязан быть выход, как в предыдущий раз Слушай, я уже обыскала тоннель Точнее левую часть от меня Нашла там труп А у него КПК Из него стало понятно Что произошло с владельцем Справа от меня лежит труп Я хотел его осмотреть Но перед ним электры стоят Сам знаешь, какие у меня отношения с ними Ты даже не попыталась пройти через них? И что случилось с владельцем-то? Пыталась Да только зацепила я их Откинула меня Тело снова скрёжит, как ненормальное Боюсь повторно туда лезть Давай, может ты? Что случилось? Да тут картина непонятная В общих красках Они оба поссорились И сюда угодили В его КПК всё обрывается Видимо погиб, когда печатал Хорошо, жди, сейчас обыщу Ммм, понятненько Ну что, Жохин-Покин в тоннеле? Или как? Вот оно, всё, бинт Справедливо А то-то аптечка, наверное, да? КПК-бинта Запись 1 Да пошёл этот Захар Думает, я буду перед ним извиняться За то, чего я не делал Думает, что я его с хрона обчистил Бред Ману ли кто мог его украсть? Попали в тоннель У выхода в телепорты назад Твою мать Не буду ему помогать Сам выберусь Запись 2 Захар Он умер на моих руках Я всё-таки признался ему Что я обокрал его тайник Вдруг меня осенила белая вспышка Сейчас пишу это И наконец-то я осознал Для того, чтобы выбраться отсюда Нужно говорить правду Я вслух говорил правду Кричал, но ничего не работает Нет, это работает Видимо только с двумя людьми Захар мёртв Я никому не могу рассказать правду Правду именно Что про себя самого Всё окончено Это моя смерть Каким же я был истуканом? Надо было сразу объединяться с Захаром Обо всём ему рассказать Может быть по-другому всё бы сложилось Это чё? Намёк? Я уже читаю сюжет Это намёк Потому что типа Ну чтобы выбраться из этого тоннеля Нужно говорить правду И сейчас мы будем говорить правду о том Ну там Как мы друг друга хотим Как я бы там потёрся Ладно Минуточку Пока КПК В нём сказано кое-что проясняющее Берёт КПК И что же? Хм Ага Ясно Всё-таки он обокрал его тайничок Ладно Значит, чтобы вырваться отсюда Нужно говорить друг другу правду Именно Хе-хе-хе-хе-хе И кто начнёт? Давай я Эээ Я никогда не ел омлет Кайф Определённо лучший способ начать разговор Ну Я никогда не любила рыбные блюда Знаешь Я бы хотела спросить А как тебя зовут? По-настоящему Владик А меня зовут Елизавета Или просто Лиза Я никогда в своей жизни не курила Но Побывав здесь Я уже сама не против попробовать Но если эта штука правда расслабляет То я не против Я тоже никогда не курил Не советую Лишняя зависимость в зоне нехорошо И как ты предлагаешь побороться со стрессом? Ну уж точно не закуривать Тебе легко об этом говорить Не по твоей вине же погиб волк И такая как я ещё хотела стать доктором И килька Они умерли Всё Не о чём сожалеть Ты училась в медицинском? Всё-таки А как именно ты с килькой спалились перед военными? Да Училась в институте медицины Училась в средне Неплохо Но и нехорошо Всё было Ну хорошо Потом появились Эм Неважно Насчёт кильки Я не успела спрятаться от прожектора В итоге Военные подняли тревогу И начали стрельбу по нам А дальше я тебе уже рассказывала Расскажи подробнее про неё И хмурый Про него тоже хотелось бы узнать Она была красивой Была шатенкой Она говорила Что является членом Какой-то секретной группировки Вот она как раз подогнала Костюм этой группы Говорила мне Что если я хочу То можно попасть в её клан Мы с ней на большой земле Познакомились Когда меня из универа Выперли за плохую успеваемость От некоторых людей О ней узнала Ну и пришла к ней Она много рассказывала про зону Помогла поднять уровень стрельбы Хорошая она была Весёлая Жаль что её больше нет Твоя цель схожа с моей Тоже исполнитель желаний Меня интересует про Немного другие причины Расскажи В смысле А вопрос про Хмурого Она тупо заигнорила А это Я немного побаиваюсь Ладно Ну понимаешь Там на большой земле И сейчас здесь мне снились И снятся такие реальные сны С картинами из зоны И с видом на монолит Прямо в саркофаге ЧАЭС И когда я впервые увидела его У меня возникла лишь одна мысль Чудесный кристалл Дарованный звёздами Подожди Откуда ты Тебе они тоже снятся Да Вот оно как выходит Я не один кому подобное снится Мы с тобой связаны Но не стану же эти сновидения Снится нам обоим просто так Верно? Верно Только зачем? С какой целью все эти пейзажи Виды исполнителя появляются в наших снах? Сама не понимаю Знаешь Мне рассказывали Что тот кто побывает в зоне хотя бы раз И уйдёт из неё То позднее у него возникнет желание вернуться сюда Я тоже слышал Что зона не опускает сталкеров Но мы с тобой никогда в зоне не были до этого момента Ну да Я просто до справки сказанула Поверишь ты или нет Но я с самого нашего знакомства Почувствовала Что у нас с тобой есть что-то общее Знаю Это звучит как клише из какого-нибудь фильма Но всё же Я правда такое ощущала Я тоже это чувствовал если признаться После этого наши дороги не могут так просто разойтись Знаешь что? Да Ты прав После сказанного мы точно связаны крепко Прости Перебила Так что Я люблю Я люблю собак Всегда готов Ой извиняюсь Ух получилось Мы выбрались Миллер Ты что-то мне не досказал Что ты хотел сказать? Я готов стать твоим напарником Круто! А где? Где? Где продолжение? Где чё? Короче Чё я могу сказать? Классный мод блин Это было прикольно на самом деле Реально как визуальная новелла какая-то Ну правда этот Рутить можно только на одного персонажа Ну ладно В общем спасибо вам за то что смотрели это прохождение Это было забавно и интересно Спасибо автору за этот мод Надеюсь будет продолжение И чтоб в продолжении Вот тут в меню Появилась короче новая кнопка CGI Галеру И чтоб там картиночка открывалась По мере прохождения Всякие интересные Всё Спасибо всем за просмотр Не забудьте поставить лайк Я не ожидал то что это финал на самом деле Но так получилось Забавный мод Рекомендую поиграть Попробуйте погрубите И посмотреть что будет Я не знаю на самом деле Что будет Может если кто-то из ютуберов будет проходить Чисто грубите Я потом посмотрю Но вряд ли на самом деле Кто-то так будет проходить Все будут как я Терпилами Ну или частично терпилами Я почти в этом уверен почему-то Всё Если вы тут впервые Не забывайте подписываться Прожимайте колокол Чтобы не пропустить новые серии Вступайте в группу ВКонтакте Ссылка на них в описании Ссылка на все остальные серии тоже Если вы их не видели И изобрели сюда случайно То посмотрите сначала их У меня на этом всё Всем спасибо Все свободны Субтитры сделал DimaTorzok